МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России будет введен лимит энергопотребления с 1 сентября в 16 регионах России. От Башкортостана до Приморского края ведут социальные нормы потребления электроэнергии в порядке эксперимента. А с 1 января, если опыт окажется удачным, его распространят уже на всю страну. На каждого жителя там будет выделена так называемая социальная норма. Ограниченное количество киловатт-часов по льготному тарифу, остальное по коммерческому. Но прежде всего попробуем понять, сколько составит эта норма и на что ее хватит. Ни одно современное жилье не обходится без мощных электроприборов. Например, подсчитано электрочайник, если его кипятить 4 раза в день, в месяц расходует 20-25 киловатт-часов электроэнергии. Стиральная машина при стирке 3 раза в неделю по 2 часа съедает от 24 до 36 киловатт-часов в месяц. Телевизор, холодильник, компьютер еще в общей сложности от 60 до 80 киловатт-часов. Если скрупулезно подсчитать расход всех электроприборов в квартире и сложить их потребление, набежит не менее 200 киловатт в месяц. В среднем по стране, уже подсчитали эксперты, потребление составляет 80 киловатт-часов на человека. Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от климата и светового дня. Именно поэтому, сколько составит соцнорма в том или ином регионе, будут решать местные власти, исходя из реального потребления. Если мы берем среднюю полосу и считаем среднее потребление на уровне 60 киловатт-часов на человека, то это достаточно хорошая цифра. В той же республике Коми там более высокие установлены социальные нормы. Кроме того, социальная норма будет зависеть от количества проживающих в квартире или доме, а также от типа помещения. К примеру, на квартиру, где прописан один человек, положено 50 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Если живут двое, общая норма увеличивается еще на 50 киловатт-часов, а за каждого последующего жильца прибавляется только 20. Также предусмотрены различные коэффициенты, повышающие соцнорму для сельской местности, домов с электроплитами для ветхого и аварийного жилого фонда, а также для социально незащищенного населения, например, одиноких пенсионеров. Соцнорма в каждом регионе будет устанавливаться с таким расчетом, чтобы в нее укладывалось до 70% потребления. Но есть один нюанс. Согласно проекту постановления правительства, в соцнорму будут входить не только киловатты, которые человек израсходовал сам в своей квартире, но и так называемое общедомовое потребление. То есть все, что было израсходовано на освещение лестничных площадок, работу лифтов и так далее, поделят на всех жильцов и включат в соцнорму. Насколько такой подход верен, этот вопрос мы задали заместителю руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Людмиле Соловьевой. Общедомовая нужда, когда они вводились в постановление правительства, это как раз одна из величин, по которой можно было контролировать общедомовое потребление. Потому что когда оно у вас было в общем платеже, было очень сложно разделить, где у вас что. А тут вам четко сказали. И, кстати, и один из сигналов, что если общедомовая нужда вдруг по каким-то причинам выбивается, это первый сигнал вам как собственнику и управляющей компании задуматься, а почему. Соответственно, это, понимаете, это и индикатор, и одна из возможностей действительно проверить, почему у меня так. И другая задать моей управляющей компании, если у меня управляющая компания, как раз с этим и разбираться. Уже сегодня известно, что неизрасходованные за месяц киловатты не будут переноситься на следующий месяц. Почему людям не дать возможность накапливать киловатты? Потому что вам уже устанавливают социальную норму, вам ее явно делают льготную. То есть вы экономите там, что вы вписываетесь в социальную норму. То есть даже если вам установят социальную норму 50 киловатт, а вы истратили 47, то эти 3 киловатта не перейдут. Ну потому что это экономия не социальной нормы, размера социальной нормы, а экономия вашего употребления. Одним из первых российских регионов, который ввел социальные нормы энергопотребления, стал Нижний Новгород. Приходится ли жителям ограничивать себя, выяснил наш корреспондент. Пока на федеральном уровне законотворцы и эксперты пытаются разобраться, какими они должны быть. Социальные нормы электропотребления на уровне региональном на этот вопрос уже нашли ответ. Конечно, не везде, но конкретно здесь, в Нижнем Новгороде, уже 9 лет жители города получают свою норму электричества по льготной цене. Вот так город, некогда носивший имя писателя Максима Горького и знаменитый своими Волгами, рекой и, конечно, автомобилем, стал своеобразным полигоном для испытаний новых тенденций в энергетике. С 2004 года каждый человек получает определенное количество киловатт-часов по льготной цене, а все, что награет свыше, оплачивает уже по обычному тарифу. 9 лет назад по социальной норме полагалось 40 киловатт, но в 2006-м нормы пересмотрели и увеличили до 50. Такой она и осталась по сегодняшний день. Расчет величины социальной нормы строился, исходя из среднемесячного объема электропотребления, стандартной семьи, проживающей в Нижегородской области и использующей какой-то определенный набор бытового электрооборудования. Это телевизор, холодильник, микроволновая печь, на сегодня достаточно актуальный бытовой электроприбор. В некоторых случаях используется электрочайник, но электрочайник не обязательно в случае, если мы имеем газифицированную квартиру. В пределах социальной нормы 1 киловатт-час электроэнергии стоит 2 рубля 40 копеек. Все, что свыше, почти вдвое дороже – 4,60. Если у потребителя установлен двухтарифный счетчик, то 50 льготных киловатт разделят ровно пополам – 25 на день и 25 на ночь. Но и там, и там цена на них будет фиксированной – 2,40. Пенсионерка Римма Гартман живет одна из электроприборов, что называется, полный пакет – телевизор, холодильник, микроволновка, электрочайник. В месяц по счетчику нагорает от 55 до 70 киловатт в зависимости от времени года. 50 киловатт идут по сниженному тарифу, а остальное, сверх 50 киловатт на одного человека, идет уже по общему тарифу – 4,61. А в среднем сколько у вас получается в месяц вы оплачиваете? Летом побольше получается, потому что включаем еще кондиционер. А так порядка в пределах 150 максимально рублей. Мы стали пользоваться вот этими экономными лампочками. Энергозберегающими. Кстати, да, да, да. Кстати, они дают вообще-то экономический такой эффект. Эффект дают, да, да, да. Секреты из того, как у нее в платежках получаются такие небольшие суммы, Римма Александровна не делает. Говорит, пользуется электроприборами только тогда, когда они нужны. В целом, свою модель применения социальных норм электропотребления в Нижегородской области считают вполне успешной. И менять в ней ничего пока не собираются. Ждут, когда федеральные власти запустят свой пилотный проект. Помимо экономии электричества, разработчики проекта постановления преследовали еще одну цель. По идее, введение социальных норм потребления электроэнергии должно избавить отрасль от уже давней проблемы перекрестного субсидирования. Перекрестным субсидированием энергетики называют такую ситуацию, когда тариф для населения ниже, чем для промышленных предприятий. И получается, что промышленность частично оплачивает расходы граждан. Но есть еще вот какие интересные цифры. Возьмем, например, Ярославскую область. На оптовый рынок электроэнергия поступает по цене 70-80 копеек за киловатт-час. Розничным потребителям она продается уже по рублю 10 копеек. Население платит 2 рубля и 20 копеек. Промышленные предприятия по 4,30. Сельхоз предприятия уже 6,50. То есть получается, что продажа электроэнергии населению вовсе не убыточна. Переплата больше, чем в два раза. Прокомментировать эти цифры мы попросили председателя комиссии общественной палаты России по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Светлану Разворотневу. Как у нас утверждают сейчас энергетики, а это, честно говоря, для меня тоже большой вопрос, мы сейчас, как бы, они сейчас недособирают с граждан, а, значит, убытки покрывают за счет предприятий, которым это мешает развиваться. Ну, в этом, наверное, есть только одна несомненная правда, потому что во всем мире и в Советском Союзе действительно стоимость электроэнергии для потребителей промышленных, для бизнеса, они были меньше, чем для населения реально. Вот сейчас у нас, как бы, это соотношение перевернуто, население платит меньше, чем промышленность, и это является, по оценкам всех, без исключения экспертов, очень серьезным тормозом для развития промышленности. Итак, сколько же надо будет платить за излишек электричества сверхлимита? Пока известно только, что этот платеж будет постепенно повышаться. Насколько должны ответить региональные власти? По общему правилу, в первый год рост сверхнормативного тарифа составит не более 30%. В последующий вилка может быть увеличена. В перспективе тариф на сверхлимитные киловатт-часы может стать в несколько раз выше социального. Впрочем, пугаться не стоит сегодня по стоимости электроэнергии. Россия на одном из последних мест в мире. В среднем за киловатт-час мы платим 2 рубля и 30 копеек. Ну а скажем, в Дании, которая стоит на первом месте в этом рейтинге, электричество стоит порядка 12 рублей за киловатт. Так что не так все плохо. Ну и если эксперимент по ведению социальных норм потребления электроэнергии окажется успешным, то уже со следующего года к пилотным регионам присоединятся также и все остальные регионы со всей страны. Чтобы экономить электроэнергию, прежде всего надо понять, а где ее основные потери. Иногда это сложно сделать даже в одной квартире, что уж говорить о многоэтажном здании или промышленном предприятии. Именно этой цели, поиску источников потерь и определению мероприятий, которые должны эти потери снизить, служит специальная проверка, энергоаудит. По закону об энергоэффективности, принятом в 2009 году, до 1 января 2013 года провести обязательный энергоаудит своих зданий и получить энергетические паспорта должны были государственные или муниципальные органы и организации с госучастием, предприятия топливно-энергетического комплекса, организации, в которых за госсчет проводятся мероприятия по энергосбережению, а также организации, потребляющие энергоресурсов более чем на 10 миллионов рублей в год. И уже с этого года за отсутствие энергопаспорта эти предприятия и организации будут штрафовать о том, как выполняется требование закона об энергопроверках в нашем сюжете. Станавливаются тачки на определенном расстоянии, ультразвуковые. Они подключаются к вычислителю самому. Хитроумное устройство подключают к компьютеру, и вот уже на экране побежали первые цифры. Датчики, установленные на трубах, позволят зафиксировать не только расход горячей воды в здании, но и вычислить, сколько тепла не доходит до потребителя. Теряется по дороге из-за изношенности труб. Мы работаем в бригаде 8 человек. Каждый занимает свою нишу. То есть кто-то занимается именно определением теплоэффективности здания, кто-то занимается энергоэффективностью дома, электрика, изоляция. То есть полный объем работы. Сам процесс энергообследования весьма небыстрый. Измерения надо проводить и летом, и зимой, чтобы выяснить теплопотери здания при разных температурах. Кроме того, для полной картины необходимы не только замеры энерго- и теплопотерь, но и проверка документации. Необходимо понимать, правильно ли начисляется плата за электроэнергию. Правильно? То есть для этого, чтобы сделать такой вывод, необходимо изучить исходную информацию. То есть сколько мы потребляем, какие тарифы применяются, правильно ли нам начисляются. Вся информация заносится в специальный документ, энергетический паспорт. Кроме того, собственникам здания дают рекомендации, какие энергосберегающие мероприятия нужно провести, чтобы экономить электроэнергию и тепло. Например, утеплить стены, заменить оконные рамы, теплоизолировать трубы, установить счетчики на воду, газ, тепло, электричество и так далее. Таким образом, энергоаудит – мероприятие недешевое. За обследование жилого дома, в зависимости от этажности и года постройки, придется выложить в общей сложности от 70 до 300 тысяч рублей. За административное здание – от 200 до 500 тысяч. А составление энергопаспорта среднего промышленного предприятия потянет не менее чем на полтора миллиона. Причем выложить деньги надо сейчас, а вот получение выгоды от экономии энергии растянется на год. И вот и результат. Но половина из тех, кто обязан был сдать энергетические паспорта в прошлом году, не сделали это до сих пор. По закону для таких нарушителей предусмотрены штрафы. Все организации должны были провести энергоаудит до конца 2012 года. Сейчас уже, скажем так, осуществляется проверка энергопаспортов и введена система штрафов, которая была прописана до 2012 года, которая сейчас уже осуществляется. От 10 до 250 тысяч рублей. Зависит от организации. Впрочем, по сравнению со стоимостью проверок, эти суммы кажутся смешными. Поэтому некоторые крупные компании предпочитают заплатить штраф, чем связываться с энергообследованием. Кроме того, на рынке энергоаудита уже появились фирмы, предлагающие серьезно облегчить жизнь предприятиям быстро и без нагрузки на бюджет. Проведение экспресс-проверки. Цены более чем доступны. От 3 до 10 тысяч рублей. Длительность от одного дня. Если организация делала замеры за счет другой аккредитованной организации и предоставила все необходимые документы нам, то мы можем не выезжать на объект и не проводить измерения. Конечно, энергоэффективности зданию такое обследование не прибавит. Кроме того, грозит большими неприятностями. Примеров сейчас в Нижегородском суде уже рассматривается первое в нашей стране дело о мошенничестве в сфере энергоаудита. Свыше 50 энергопаспортов на многоквартирные дома заподозрили фиктивности. И, как считают эксперты, это только начало. Но о том, насколько важно выполнять требования закона о проведении энергоаудита и как быстро окупаются затраты на него, мы поговорим с генеральным директором Союза энергоаудиторов Евгением Литвиненко. Евгений Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. В сюжете была названа цифра полтора миллиона рублей. Именно эта цифра может уйти на энергоаудит для предприятия. Вот вообще, где предприятию взять такие деньги и когда это все может окупиться? Если правильно сформулированы задачи, если персонал квалифицированный на предприятии заказчики, то результаты энергоаудита, безусловно, окупаются. Потому что перед аудитором, как правило, и это правильная постановка задачи перед аудитором, представить заказчику программу энергосбережения, в которой были бы мероприятия, которые окупались бы в течение 3-5 лет, не более. А вот организации, которые предлагают экспресс-энергоаудит, как вообще такое возможно? И, может, это мошенники? Дело в том, что экспресс-энергоаудит, так называемое, вот то, что сейчас у нас происходит зачастую, это, безусловно, не мошенники. Это просто люди, которые пользуются пробелами в существующем законодательстве для того, чтобы, так сказать, проводить работу. Значит, пробелы эти сводятся к тому, что у нас в настоящее время отсутствуют чёткие сформулированные общефедеральные требования к энергетическому обследованию, в смысле перечня работ по энергетическому обследованию, в смысле требований к результату работы. И, кроме того, у нас отсутствует требование к квалификации специалистов, которые проводят эти работы. Дело в том, что по действующему закону требования к аудиторской организации это наличие четырёх специалистов, работающих по трудовому договору и прошедших обучение по специальности энергетическое обследование. При этом нет у нас требований к обучению, поэтому сейчас все учебные заведения могут проводить обучение. И нет требований к опыту специалистов. То есть в результате у нас работают специалисты, которые прошли курсы, которые, в общем-то, один-два дня, как правило, это дёшево делается сейчас. И люди просто не имеющие никакого опыта. Как быть бюджетным организациям, которые нанимают энергоаудиторов только через тендеры? И поскольку на тендерах выигрывает самая дешёвая компания, занимающаяся диагностикой, то это в основном как раз-таки и есть экспресс-диагностика. Как быть в таком случае? Для бюджетных учреждений могут быть три пути. Они могут действовать в рамках сегодняшней системы, совершенно формальное обследование. проводится к специалистами очень низкого уровня, но за малые деньги. Сейчас у нас в некоторых регионах, я знаю, цена за обследование бюджетного учреждения где-то составляет порядка 20-30 тысяч рублей. Второй путь, конечно, который есть для бюджетных учреждений, это иметь своих специалистов, готовить. Ну а третий, значит, я могу сказать, что сейчас готовится у нас в Государственной Думе поправки к 261-му закону. Бюджетные учреждения, у которых затраты на энергоресурсы составляют менее 500 тысяч рублей, они не обязаны проводить энергетические обследования, а ограничиваются только подготовкой энергетической декларации. А это может сделать сотрудник учреждения, это просто данные по фактическому энергопотреблению и по состоянию его энергооборудования. Ждем поправок в законодательство. Спасибо большое, что ответили на наш вопрос. По экспертным оценкам, в целом в России потери составляют 40% от всей вырабатываемой энергии. При этом треть всех энергопотерь приходится на жилой сектор. Например, вот такие цифры. Теплопотери в домах из сборного железобетона на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. 50% объектов коммунального теплослабжения и инженерных сетей требуют замены. Не менее 15% находятся в аварийном состоянии. Домов, в которых жильцы сознательно пошли на серьезные расходы ради будущей экономии, в нашей стране пока единицы. Хотя еще в декабре 2010 года правительство утвердило подготовленную Минэнергогоспрограмму энергосбережения и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года. И одна из ее целей повышение энергоэффективности жилищного фонда. Так вот, в этой программе есть такое положение рассмотреть возможность проведения обязательных энергообследований жилых домов. Однако, обязать граждан выкладывать за это немалые деньги в правительстве все же не решились. А в бюджете финансирования на это тоже не нашлось. Поэтому большинству из нас придется, как и прежде, переплачивать в буквальном смысле за отопление улицы. С вами была программа Энергетика и я Мария Бондрева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова